Привет, друзья! Вот смотрите, как я безобразно выгляжу. Какая у меня лохматая прическа, видите? Смотрите, что делается. Ужас какой! А какой я! Ну, совсем! Ну, когда свободный человек! Как он прекрасно выглядит, несмотря в какой одежде. Не место красит человека, а человек-место. Вы представляете, как это замечательно, когда вы идёте, например, по ресторану, и все на вас только смотрят. Как это сделать? Как такую харизму сделать? Обалденную, да? Вот вы посмотрите вот этот вебинар. Войдёте туда. Да, я вас там попрошу на некоторое время микрофоны выключить, потому что я там буду такое говорить, и вы будете такое действие производить, после которого вы так себя будете чувствовать, что где бы вы ни находили к вам внимание, будет только пролипать. Это будет очень интересно. Ну, смотрите, смотрите. Во, 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 во. Несмотря на это. Видите, как здорово, да? Несмотря на ни на что. Несмотря ни на что. Да, прекрасно будет выглядеть. Небольшое такое вот, да. А потом, когда я постригусь, да это вообще живое такое чудо. Ну, вот я и говорю о том, что главный свет внутри человека. И когда человек внутри свободен, он светел. Я не считаю, что я самый светлый человек на свете. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что, когда вы снимаете зажимы, снимаете зажатость, снимаете вот эти тревоги, страхи, беспокойства, постоянную настороженность, постоянное ожидание чего-то плохого, у вас появляется эндорфин. Ну, как будто вы немножко выпили. Ну, поэтому же виноделие человек и придумал, потому что ключа тогда не было. Ну, тогда после виноделия появился спорт. Люди стали больше заниматься спортом. Да, но при этом они стали искать те виды спорта, где их действия совпадают с индивидуальным текущим состоянием, с их конституцией, с их особенностями. Да, вот разные виды деятельности. И вот у нас тоже принцип подбора путем перебора, где мы находим разные варианты, себя ищем. Да, ну, это такой профотбор получается. Раньше также вот и детей водили по разным видам деятельности, показывали им разные виды, чтобы они там, почему-то, так сказать, больше предпочтения, чтобы себя нашли. Да. Ну, вот это очень все интересно. И вы потом после вебинара почувствуете, что вам хочется время от времени это повторить. И вы это будете время от времени повторять. Но для этого надо будет приготовиться к тому, чтобы помнить, когда у вас в жизни наступает сжим, напряжение, страх, паники, стрессы, помните, что вы это можете сделать. Выскочить из этого состояния, выскочить даже из этой бытовщины, из этой рутины, как говорил Пикассо, по-моему, искусство, служит тому, чтобы люди встряхивали пыль с повседневности. Ну, как-то вроде так. Великие, они же знают, что говорят. Да. Я, хоть и не великий человек, я скромный человек, но при этом я вам скажу, что обаяние, обаяние человека зависит от внутренней свободы. От внутренней свободы зависит обаяние, его красота, несмотря на то, что он может быть уродлив, и зависит его здоровье. Да. И зависит его здоровье, и многое чего другого зависит от внутренней свободы. А что такое свобода? Вот если так подумать, свобода – это то, когда ты думаешь о чём хочешь и делаешь, что хочешь. Правильно же, да? Но есть культура, когда тебе нельзя что-то делать, что-то говорить, потому что твоя свобода, твоя вот эта энергия может не совпадать с энергией и не свободой другого человека. Да. И поэтому есть культура. Когда надо себя вести как-то прилично, но теперь у вас будет выбор. У вас теперь будет выбор, что вы будете вести себя там, где нужно по уставу, куда со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь не входят, и тогда, когда вы захотите, чувствуете себя свободным. Ну, вы будете выбирать. Да. Раньше обычно человек вёл себя только по уставу, как его научили. А мысли только по шаблонам. Мысли только по шаблонам. Вот я, например, в какой-то там стране там затеялся проводить вебинар, и мне там человек пишет, напишите пошагово, потому что они вас там не знают, напишите пошагово, что они должны получить, ну, потому что новизна, они не знают, поэтому работают шаблоны или авторитет. Да. Вот если бы к ним Ленин приехал или Гагарин, или Горбачёв, они бы его не просили, чтобы он пошагово рассказал, о чём он будет говорить. Правильно же, да? Это авторитет или, значит, в новизне шаблон, пошагово. Вот. Но сейчас такая ситуация, когда бифуркация, смена всего, неопределённость, и поэтому мы развиваем на наших вебинарах и на наших бесплатных ликбезах устойчивость психологическую за счёт того, чтобы научиться использовать самую высшую из всех энергии, энергию стресса, которая всегда внутри нас. Это наши внутренние какие-то несогласованности между нашим полётом ума и нашим состоянием организма. Вот когда есть конфликт внутренний. А чтобы мы быстрее адаптировались к условиям любых изменений. Поэтому там шаблоны не помогут. Не помогут там шаблоны, которые вы выучиваете. Там надо будет быстро соображать. А чтобы быстро соображать, вот как раз мы и делаем эти вебинары. Приглашаю вас, друзья, будете все восхитительные, обаятельные. А когда не хотите, чтобы кто-то к вам прилипал, потому что вы так прекрасны, вы будете знать, как от него отвязаться. Это очень важно для девушек, например. Академия.